всем привет это проект выход есть и сегодня мы поговорим о политической системе будущего не так давно я рассказывал почему либеральная демократия не работает и по сути она не выражает интересов большинства а является орудием скрытой диктатуры горстки олигарх также на нашем канале есть видео который рассказывает о сложностях внедрения прямой электронной демократии кто не видел обязательно посмотрите политическая система будущего не только допустит широкие народные массы к управлению но и позволит нивелировать все минусы прямой электронной демократии новая структура власти будет строиться не сверху вниз а снизу вверх ее самым главным элементом ее основанием будут служить народные собрания первого уровня выборные органы будут строиться в зависимости от конкретной ситуации либо по профессиональному либо по территориальному принципу профессиональный принцип более предпочтительнее потому что в процессе трудовой деятельности как правило узнаешь о человеке гораздо больше чем просто от сожительства на соседней улице или на лестничной площадке система будущего будет кардинально отличаться от нынешней своей ступенчатостью и открытостью например в городе x есть большое градообразующее предприятие x уголь и там коллектив собирается и выбирает своего представителя который идет уже на собрание второго уровня в городской совет представлять их интерес на общегородском собрании выбирается городское правительство которое решает вопросы местного значения и уже это городское собрание выбирает своих делегатов которые представляют интересы города в краевом собрании а уже с краевого выбираются представители правительства страны в результате такой ступенчатой системы достигается одно очень важное преимущество. Люди голосуют не за кандидатов, разделенных от них тысячами километров, ориентируясь на предвыборную рекламу и медийные образы, а за людей, которых они лично знают, с которыми они постоянно контактируют в процессе трудовой деятельности. Еще две очень важные черты, которые будут отличать систему будущего от либеральной – это открытость и возможность отзыва. Тайное голосование выгодно только мошенникам. В будущем от него нужно полностью отказаться в пользу открытого. При открытом доступе к информации о голосовании каждый всегда может найти себя, проверить, правильно ли учтен его голос, скопировать результаты в какую-нибудь таблицу Excel и самостоятельно проверить, правильно ли посчитали, не добавили ли каких-нибудь скрытых формул. В построении политической системы будущего нам с вами очень помогут цифровые технологии. Сейчас уже не обязательно расспрашивать своего представителя каждый раз после каждого заседания, как это делали, к примеру, 100 лет назад. Теперь, к нашему счастью, мы можем наблюдать за процессом выработки решений в режиме онлайн или просмотреть видео из архива. Если же нет времени ни на первое, ни на второе, мы можем ознакомиться с подробным списком решений и со списком, кто за что голосовал. Система будет прозрачна на всех уровнях и можно будет ознакомиться с результатами не только своего собрания, но и собраний более высокого уровня. И, наконец, третьей отличительной чертой политической системы будущего будет возможность досрочного отзыва кандидатов в случае невыполнения своих обещаний. Сейчас слуги народа после избрания пять лет занимаются всяким непотребством, на дорогих машинах катаются, бюджеты пилят, просьбы населения не слышат. И вот только за несколько месяцев до новой предвыборной кампании начинают наводить в городе порядок, красить скамейки, обращения граждан слушать, просто праздник какой-то. А если будет возможность отзыва кандидата, скажем, раз в три месяца, так этот праздник не будет кончаться. Право отзыва будет постоянно мотивировать работать хорошо. Итак, подведем итог. Политическая система будущего представляет из себя ступенчатую представительную демократическую систему с открытым голосованием и возможностью отзыва народных избранников. В системе будущего вы не голосуете напрямую за принятие тех или иных решений, вы голосуете за людей. Выбранные представители начинают работать уже профессионально и влияют на деятельность тех или иных отраслей экономики. Таким образом, мы предохраняем систему от принятия некомпетентных решений. Также это ускоряет процесс принятия решений по вопросам, которые не в состоянии решить автоматизированные системы. Ведь любое голосование, даже через интернет, это все равно достаточно большие затраты времени. Политики в системе будущего будут обладать обширными знаниями сразу в нескольких областях для того, чтобы успешно корректировать деятельность инженеров и автоматизированных систем. По сути, они будут больше похожи на ученых-универсалов, чем на современных политиков. Их знаний будет недостаточно для того, чтобы изобрести что-то новое. Их уровень будет уступать профессиональным ученым, которые концентрируются на одной области. Но вполне достаточно, чтобы управлять. Точно так же, как вам, например, хватает знаний, чтобы управлять своим компьютером, хотя вы не знаете тех программных кодов, которые используются в вашем программном обеспечении. Также я, к примеру, могу починить свой компьютер, заменить неработающие части, хотя совершенно не понимаю, каким образом работает видеокарта. И электрические импульсы в ней преобразуются в красивую картинку на экране. Но не стоит забывать, что даже самая совершенная политическая система работать не будет. Если мы не будем принимать участие в ее создании и развитии, если текущий уровень пассивности и гражданского самосознания сохранится в обществе, то нам с вами не поможет никакая новая политическая система будущего. Саша, ты сходил в ТСЖ? Не, не ходил. Они там без меня разберутся. У бабуши времени много, а мне некогда языком чесать. Я с работы устал. Отдохнуть хочу. Ой, достали. Ты ходил в совет? Там представителя нашего района выбирают и другие вопросы решают. Не, не ходил. Пускай сама молодежь решает. Они эту новую политическую систему запустили. Пусть сами и расшлебывают. Ей при ней жить. А наше дело малое. Так, кто у нас остался из подозреваемых? Президент Российской Федерации заявил, что новая политическая система не оправдала себя. В ближайшее время мы вернемся к либеральной демократии. Минфин празднует победу. Цены на продукты поднялись всего на 28%, хотя планировалось увеличение цен 30%. Не переключайтесь. После рекламы в нашей студии эксперт расскажет, почему плановая автоматизированная экономика неэффективна и необходима приватизация.